Здарова, народ! Я продолжаю свою публикацию про озоногенератор. Приезжал ко мне Рустам, иди в баню которой из Уфы, и привез озоногенератор. Мы его использовали для очистки бани. И этот ролик вот здесь. А теперь я собираюсь почистить погреб. Тем же самым озоногенератором, но в этот раз я уже не буду закрывать его бренд. Потому как в этот раз ко мне приехал сам владелец, представитель этой фирмы, и отдал мне его в эксплуатацию навсегда. И теперь эта машинка у меня будет работать постоянно и очищать всё, что мне нужно очистить. И сегодня, прежде чем спустить вниз картофель, свеклу, морковку, всё, что мы собрали с огорода. Кстати, ролик о том, как мы это собирали, тоже готовится. И скоро будет. Так вот, это всё огромное количество всего-всего-всего съестного нужно опустить вниз. А, соответственно, сначала мы обработаем всё это озоном. И для того, чтобы это обработать озоном, я вам покажу вот этот вот озоногенератор. У него нечему ломаться, и это меня очень сильно подкупает. Единственная вещь, которая здесь сделана механическая, это вот этот моторчик-вертушечка. То есть, воздуходувный моторчик. С этой стороны можно снять решёточку, там вообще пусто, там внутри труба. И в этой трубе происходит образование молнии. Так вот, эта молния, она там шарашит, происходит образование озона, переход О2 в О3, и вследствие чего получается отравляющее вещество, О3, озон, которое сильнейший окислитель, и он убивает всё живое вокруг себя, везде, куда залезет. И это даже поинтереснее лампы, это поинтереснее многих химических способов обработки. Но нужно учитывать некоторые особенности. В первую очередь, безопасность нужно соблюдать, потому что он также точно убивает всё живое и в плане человеческого бытия. И нужно понимать, что он ещё и является окислителем, и, соответственно, окислит вам и металлические изделия с таким же успехом, с каким почистит всё пространство. В общем, везде есть плюсы и минусы, но в данном случае плюсы, необходимые мне для работы с озоном, с озоногенератором, они переваливают в большой и толстый плюс. Про цену озоногенератора в конце, а сейчас пойдём обрабатывать погреб. Я отправляюсь в погреб. Озоногенератор с собой. И будем обрабатывать. Зачем нам потребовалось обрабатывать? Ну, во-первых, с прошлого года здесь, естественно, остались какие-то гнилостные вещи, но плюсом к этому здесь появился запах от обработки отработкой. Извините за каламбур. Отработкой мы промазали щиты, которые на полу, и они завоняли этой отработкой. Вот эту вот вонь мы сейчас постараемся устранить. Ну и проверим, насколько это работает. Я не знаю, как вам доказать, что это работает, потому что всё это очень субъективно, совершенно не поддаётся объективному анализу. Но если вы имеете опыт проверки подобных вещей, напишите мне об этом. Как? Доказать, что оно работает или доказать, что оно не работает? В общем, напишите, как бы вы провели этот эксперимент. Для того, чтобы убедиться в том, что это всё чушь полная, или наоборот, убедиться в том, что это действительно работает. Значит, озоногенераторы, насколько я знаю, бывают разных видов. Бывают со стеклянной колбой внутри, бывают с панельками, а бывают вот такой с металлической трубой. Так вот, я склонен верить производителям, что это самый надёжный озоногенератор, потому что, во-первых, его, даже если уронишь, тут нечего разбить, не трескаются эти панельки китайского производства, они достаточно быстро выходят из строя. Ну и самое главное, не разбивается вот эта лампа, которая тоже для озоногенераторов используется. Здесь же всё железное, кондовое такое, надёжное. Всё, в общем, по-нашему, по-челябински, суровые челябинские реалии. И нужно понимать, что озоногенератор вешается в верхнюю точку вашего пространства, которое вы собрались обработать. Вот мы его подвесим вот здесь, чтобы он... Почему? Потому что озон тяжелее воздуха, и он пойдёт вниз. И чтобы он здесь всё обработал, в том числе и внизу, мне необходимо его поднять максимально высоко. Сейчас подключаем и сматываемся. Ставим таймер на 15 минут. Для этого пространства 15 минут хватит вот так. Он 5-граммовый, то есть он 5 грамм в час вырабатывает, если я не ошибаюсь. Итак, если вы придумаете более разумный или более объективный способ проверить работоспособность озоногенератора, нежели понюхать после него, чем пахнет в пространстве, то напишите мне об этом обязательно. Я постараюсь это как-нибудь реализовать, если это не слишком сложно или не слишком дорого. И о самом вкусном. Сколько стоит данный прибор? Вот эта коробочка конкретно на 5 грамм в час стоит, по-моему, 19 тысяч 500. Я не могу точно вам сказать цену, но я слышал про такие цифры. Я думаю, что они будут варьироваться в зависимости от успехов нашей страны в импортозамещении. Вот эта коробочка 19 500. Думаю, что это не испугает никого, у кого есть хоть какие-нибудь коммерческие возможности использования её. Ну, а если вы это берёте для себя лично, то, я думаю, проще взять её в аренду. Приедут, обработают, уедут. Либо купить на несколько семей. Тоже всё очень просто. Ну, а теперь я включаю, ухожу и с вами прощаюсь, потому что какая разница, что я вам скажу после обработки. Пахнет здесь озоном, не пахнет здесь озоном, пахнет здесь отработанным маслом, не пахнет. Вы всё равно мне не поверите, если собрались не верить. Если же вы мне доверяете хоть в какой-нибудь степени, то вы уже понимаете, что это работает. Мы это делаем уже в пятый раз. Пятый эксперимент проводим. Сработало на окошках, сработает и в погребе.